привет дорогие рыбы с вами александра и собачки сегодня мы будем делать расклад на неделю третью сентября общий расклад для всех рыб общей энергии мы будем выбирать 6 карт основных и три поясняющих 6 карт 3 для первого ряда 3 для 2 они большие я их переложу на другой стол чтобы лучше было видно и три поясняющие начнем ой рыбы 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 не пугайтесь что я скажу в начале но я скажу это самого начала необыкновенное сочетание рыцари чаш смотрите у него даже нет обуви он настолько забылся с дьяволом и с семеркой чаш это очень 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 серьезный соблазн очень серьезный потому что семерка чаш представляет из себя seduction ну seduction это это же у нас соблазн да и дьявол это тоже соблазн и что же нам делать а принц чаш это полное доверие то есть получается что вы склонны доверить соблазну что не очень хорошо или кто-то вас попытается убедить в чем-то соблазнительном что на самом деле не так важно это тоже не очень хорошо это три карты верхние нам говорят но зато нижние нас подталкивают совсем другом направлении хотя это не любовный расклад но нижние карты четко совершенно говорят что возможно вам придется выбирать и выбор будет довольно таки сложный я бы так сказала между императором и иерафантом и вот вы несетесь посередине между ними поэтому это и соблазнительно одно предложение будет связано с силой и с властью а другое будет связано с законом и может быть даже верой я бы так сказала вам придется отстаивать свои позиции потому что пятерка жезлов говорит что вам отстаивать нужно будет позиции какие позиции я не знаю но выбор у вас будет точно совершенно из двух видите двойка жезлов стоит как похожа она найти эту семерку чаш когда что-то вдалеке вроде бы виднеется как мираж да а на самом деле результат будет зависеть от вашего собственного выбора тут нам на помощь приходит поясняющий нашу ситуацию отшельник в этом случае семерка чаш может говорить об иллюзии когда человек затрудняется выбрать между идеями или между возможностями ну то есть всегда перед нами стоит какой-то выбор но в этом случае здесь могут быть иллюзии то есть что-то что человек думает или кто-то ему подкладывает и подсовывает такие идеи которые изменяют его нормальный нормальное состояние мышления то есть дьявол он здесь так проигрывается что вам кажется что ваша идея лучше чем она есть на самом деле но иногда и хуже но иллюзия в этом и заключается что когда вы на самом деле начнете эту эту возможность исследовать то вы можете натолкнуться на то что результат не будет не достигнет не вы не достигнете такой результат как вы предполагали то есть вы конце концов можете оказаться в заблуждении о значимости этого какого-то выбора здесь нужно иметь в виду что больше всего нужно обратить внимание на знаете жадность я бы так сказала если что-то такое происходит что вам кажется слишком хорошо или какое-то предложение которое кажется слишком хорошо когда это в нас вызывает жадность знаете я еще хочу я больше хочу вот тут-то дьяволы подхватывает человека вот в этом то и заключается в этой ситуации иллюзия будьте осторожны пожалуйста я не думаю что это совсем связано с любовью потому что здесь серьезные очень очень серьезные карты расположены в нижнем ряду включая колесницу знаете колесница когда поедет если она выберет неправильное направление то она может вообще снести все на своем пути или вообще перевернуться и все такое прочее поэтому здесь нужно очень знаете с два шага назад сделать перед тем как что-то решить и может быть воспользоваться советом который дает нам отшельник посмотрите он стоит на высоте и смотрит как бы вдаль но у него дорожка на эту точку высоты протоптана смотрите он туда не первый раз пришел то есть для того чтобы сделать какое-то решение он несколько раз обдумал и пришел туда он туда регулярно приходит и поэтому дорожка протоптана то есть она ему уже известная а дьявол обычно стоит на пути который еще не ведом который еще не известен вам поэтому если вам предстоит решение в чем в области которая совершенно новая для вас то имейте ввиду что здесь могут неожиданно возникнуть проблемы с например или с законом или сам финансами или с чем-то таким если вы случайно сделаете неправильный шаг то он может вас подхватить так что затянуть как бы потому что дьявол здесь присутствует карты император здесь советует довольно таки сильно оставайтесь в пределах своего государства в пределах своих границ оставайтесь как бы как вы руководили как вы делали все раньше не меняйте свои принципы я бы так сказала действуйте так как если бы отец действовал в ситуации с каким-то непослушным ребенком то есть не у не идите на поводу у ребенка или у желания так здесь для меня выглядит действуйте как по-взрослому как бы до опирайтесь на свои жизненные нажитые вами уже и работающий для вас проверенные опытом качество и и устой как бы действуйте дисциплинированно как ира фант советует то есть усмиряйте себя и свои какие-то необычные желания стойте в рамках закона не переступайте черту какую-то может быть возможно посоветуйтесь каким-то учителем или куру или тем кто 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 знает у кого есть формальные знания той области в которой вы выбираете если эта работа то есть очень успешный человек который на этой работе спросите посоветуйтесь вот так карты говорят ну и он отшельник конечно подтверждает это да но в общем дорогие мои рыбы карты говорят какая-то серьезная неделя у вас будет я вам желаю силы и устойчивых моральных взглядов потому что дьявол ну так тяжело мне пришлось конечно здесь расшифровывать это но я надеюсь что я может быть в чем-то хотя бы кому-то помогла или кто-то сможет предотвратить что-то неожиданное и неприятное не страшно когда мы знаем правда мы сейчас вытащим и другую карту из китайского оракула айчинь и нам рыбы выпало число 33 верхние три черточки означают небеса нижние три означают горы они говорят что такое убежище в горах ну как монахи где прячутся да они говорят что горы возвышаются и достают до небес и создают такой ретрит или специальное место хорошее для медитаций и они говорят здесь я читаю из книги потому что я перевожу они говорят что враги у врагов нет преимуществ высоко в горах самые мудрые прячутся но не для будущего успеха горы предоставляют скрытое пространство секретное и перспективу которая возвышается над ситуацией то есть с высоты видно лучше из этой точки на высоте следующие сражения могут быть запланированы в покое и безопасности вот так ретрит называется она и с вами была александра и собачки до новых встреч украинцев мать мать